А вот квартира, которую мы сейчас вам рассказывали, идемте посмотрим. Павел Якшибаров посмотрел уже не один десяток квартир. В его семье скоро появится ребенок, поэтому жилплощадь нужна просторная, в центре города и по приемлемой цене. Оптимизма не теряет, хотя и знает наверняка, жилье, соответствующее таким запросам, существует разве что в мечтах. Сегодняшний вариант семье Павла тоже не подходит, как и все предыдущие. Она для нас дороговата довольно-таки, потому что очень высокая цена за квадратный метр для голых стен, скажем так. Поиск квартиры в принципе уже конкретный, наверное, где-то около полугода. В первую очередь внимание обращаем на стоимость, на площадь, потому что слишком маленькая площадь для семьи, это очень неудобно. Стоимость квадратного метра этой квартиры 64 тысяч рублей. По словам риэлтора, цена в первую очередь зависит от близости дому к центру города. Самое дорогое жилье в Октябрьском и Кировском районах, в то время как на окраинах Иркутска цена за метр квадратный может не превышать и 30 тысяч рублей. В целом по новостройкам, допустим, которые уже готовы, цена сравнялась примерно. То есть в университетском, допустим, может квартира стоить однокомнатная 44 квадрата, 2 800. И также она может стоить 2 800 в Октябрьском районе. Ну, то есть на Валенина, соответственно, там цена ниже за квадрат, идет 40 за квадрат где-то. Сейчас Иркутск находится на 13 месте в списке городов России, где на жилье установились самые высокие цены. Застройщиков это не удивляет. Говорят, такую стоимость квадратного метра определяет масса факторов. Во-первых, это, конечно, цена за землю, застройщик по какой цене ее приобрел. Второе, это количество, которое застройщик строит, или помесячно, или в год. Затем работа с материалами местных производителей. Однако эксперты отмечают, ситуация на рынке недвижимости со временем должна измениться. Установку сделать жилье доступным каждому дают и федеральные власти. Согласно одному из майских указов президента, к 2020 году приобрести квартиру, соответствующую всем запросам, по доступной цене должны мочь позволить себе 60% россиян. Антонина Махнева, Евгений Шарыпов. Новости. Сейчас.